Приветствую любителей различных симуляторов и сегодня я вам расскажу об игре Construction Simulator 2014. Если вы любите строительную технику, то эта игра вам просто определенно понравится, потому что в этой игре присутствует достаточно много различных образцов строительной техники, на которой вам предстоит работать. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. Так, сейчас у меня началась какая-то миссия, это обучающий курс, но перед тем, как его начать, давайте посмотрим, какие есть транспортные средства. Здесь есть бункеровозы, бортовые грузовики, автопогрузчики, экскаваторы, даже есть каток, вам, наверное, будет нужно укладывать асфальт, как я понял, бортовой грузовик с краном, тягач, башенный поворотный кран, большой экскаватор, самосвал, бетононасос, бетономеситель, автокран и фронтальный погрузчик. В общем, транспорта здесь целая куча, но первоначально доступны только 4 вида транспорта, остальные придется вам покупать за деньги, которые вы заработаете, выполняя различные заказы. Итак, в раздел задачи перейдем, раздел тендер, здесь выставляются тендеры на выполнение работ. Здесь, естественно, они совершенно разные, где-то вам необходимо будет копать котлован, где-то привезти щебень, где-то что-то загрузить, ну и так далее. Итак, сейчас у меня идет руководство по управлению вот таким вот транспортом под названием бункеровоз, и в принципе ничего сложного в нем нет. Нужно просто доехать, и вот таким вот образом, сейчас я вам покажу, нам необходимо будет опустить вот такие вот штуки, чтобы подцепить там какую-то коробку и загрузить ее к себе. Вот так вот все это работает, достаточно интуитивное и понятное управление с помощью джойстика. Но давайте мы все-таки попробуем покопать на экскаваторе, это, наверное, будет более интересно. Так, зайдем в задачи, руководство, так, малый экскаватор. Нажимаем, окей, детали. Итак, пока мы типа не выполним вот эту задачу, то мы не сможем ездить на экскаваторе. Итак, вот мы отказались от выполнения этого курса, и теперь у нас точно должно получиться поработать на экскаваторе. На экскаваторе работать очень интересно. Наверное, самое интересное и самое сложное, что я видел. Вот так, руководство, малый экскаватор, начать курс обучения. Сейчас нам предстоит разгрузить, точнее, вот эту вот кучу, погрузить в специальный контейнер. Итак, приступим. У экскаватора, как бы нет руля, у него есть две гусеницы, которыми вы можете управлять поочередно. То есть, если вы будете крутить, то к левой гусенице, вы будете поворачиваться вправо. Если же наоборот, то наоборот. Если две гусеницы включите, то вы поедете вперед. Итак, вот эта куча с песком, и нам необходимо будет ее погрузить. Так, еще чуть-чуть вот так сейчас развернемся, подъедем. Так, еще чуть-чуть, давай, давай, детка, подъезжаем. Все, мы подъехали. Теперь переходим в режим экскаватора, то есть управление ковшом. Вот здесь вот все намного интереснее. У вас есть два джойстика, и эти два джойстика позволяют вам выполнять совершенно разные действия. К ним нужно будет приспособиться, и только после этого вы сможете там вытаскивать, не знаю, сигарету из пачки с помощью этого экскаватора, как делают профессионалы. Ну, а пока вам придется, наверное, очень даже помучиться. Вот так засовываем ковш в землю, потом сгибаем сам ковш, поднимаем, и несем это все к этому вот контейнеру. Так, еще чуть-чуть поднимаем, сюда заносим и высыпаем. И таким образом вам необходимо всю кучу вот так вот перетаскать. Но это обучающий курс, и в миссиях на самом деле все будет намного интереснее, потому что там вам за работу будут платить денежки, а тут можно сказать, вы просто так обучаетесь и учитесь управлять данным видом техники. Симулятор, на мой взгляд, просто великолепнейший. Здесь есть работа с погрузчиком, я уж это вам показывать не буду, там на самом деле все понятно. Вот самое интересное это работа с экскаватором, потому что с ним работать, наверное, самое тяжелое из всего, что я в этой игре увидел. А так обычно вам необходимо, например, доехать до какого-нибудь магазина, туда загрузить на грузовик какую-нибудь, не знаю, какие-нибудь коробки и после этого отвезти к себе обратно на строительную площадку. В общем, вот такой вот симулятор. Очень интересно бы, конечно, было посмотреть, как работать на катке, как работать на башенном кране, но, к сожалению, на это нужно накопить много денег, чтобы это приобрести. Поэтому придется выполнять много тендеров, чтобы заработать много бабла и купить себе настоящий башенный кран, ну хотя бы просто в этой игре.